Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Армяне Западной Армении объединяются. Проект резолюции против блокады Арцаха в Конгрессе США. Международное сообщество должно сделать все необходимое для обеспечения безопасности армянского народа. Брайан Мэй. В аэропорту Алеппо приземлился второй армянский самолет с гуманитарной помощью. Западная Армения. После землетрясения поднялся уровень моря в Александрете, затопив город. Книга «Армянское христианское наследие Арцаха», оказавшаяся под угрозой. На английском языке. Армяне Западной Армении объединяются, чтобы взять судьбу в свои руки. Поддержим детей Западной Армении. С 27 сентября 2020 года жизни армян повсюду угрожает опасность. Погромы армян в Арцахе привели к нескольким тысячам жертв. От 5 тысяч до 6 тысяч. Количество раненых 10 тысяч. Следовательно, это вопрос национальной безопасности. 9 мая 2021 года по решению президента Армена Каапра-Армяна Западная Армения полностью взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности армянского населения. 6 февраля 2023 года произошло землетрясение магнитудой 7,8, эпицентр которого был город Айнтап. В результате землетрясения погибло несколько тысяч человек. Структуры гуманитарной помощи Западной Армении вместе с Хаю Чампак, как и всегда, готовы помочь. Любая помощь приветствуется. Будьте рядом с нами, будьте рядом с постадавшими. В Палате представителей США двухпартийная коалиция во главе с Комитетом Конгресса по армянским вопросам 8 февраля представила проект резолюции против блокады Арцаха. Резолюция направлена на усиление давления в США на Азербайджан, чтобы Баку прекратил продолжающуюся уже два месяца блокаду Арцаха. В письме, адресованном коллегам, сопредседатель, основатель комиссии Конгресса по армянским вопросам Фрэнк Полонни написал, режим Алиева предпринимает преднамеренные шаги с целью изгнать коренное армянское население из Арцаха, лишив его возможности свободно и достойно жить в стране своих предков. Это явный признак этнической чистки, который мы не можем игнорировать. Соединенные Штаты должны действовать немедленно и использовать все доступные дипломатические инструменты для открытия коридора. В случае принятия резолюции Палата представителей предложит администрации США пять практических шагов по подвозвращению обострения гуманитарного кризиса в Арцахе. Это обращение международной суды для расследования военных преступлений Азербайджана, сотрудничество с международными партнерами, включая власти Арцаха, для обеспечения размещения международных наблюдателей в Бердзорском коридоре, немедленно прекратить любую военную помощь США или поддержку безопасности Азербайджану и применить 907-ю поправку к акту о поддержке свободы, ввести санкции в отношении азербайджанских чиновников, ответственных за блокаду Арцаха и другие нарушения прав человека, разработать мощную американскую программу устойчивой гуманитарной помощи и развитию программы для дорогосрочной поддержки пострадавшим от азербайджанской агрессии. Западная Армения положительно оценивает заявления наших американских коллег и призывает международное сообщество предпринять конкретные действия в этом вопросе. Как сообщает Арменпресс, депутат парламента Канады, руководитель парламентской группы дружбы Канады и Армении Брайан Мэй выступил с заявлением, в котором говорится «Я внимательно слежу за гуманитарным кризисом, которому подвергаются граждане Арцаха. Азербайджанская агрессия вынудила тысячи армян покинуть свои дома, оставив их без предметов первой необходимости, таких как продуктов питания и лекарств. Я призываю все правительства принимать немедленные меры для разрешения гуманитарного кризиса, положить конец насилию, позволить изгнанным людям безопасно вернуться в свои дома. Международное сообщество должно сделать все, чтобы уважали права армянского народа и защищалась его безопасность». В своем заявлении Брайан Мэй также обратился к властям Азербайджана с призывом открыть Берзорский коридор. Президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян положительно оценивает заявление депутата парламента Канады, руководителя парламентской группы дружбы Канады и Армении Брайан Мэй, добавив, мы продолжаем наши взаимоотношения с дружественной Канадой, принимая за основу исторические события, которые связывают два народа, как по экономическим, так и политическим путям. Второй армянский самолет с гуманитарной помощью для Сирии, пострадавший от катастрофического зимотрясения, приземлился в городе Алеппо. По информации Арменпресс, об этом сообщает агентство САНА. 8 февраля Министерство по чрезвычайной ситуации Республики Армения сообщило, что Армения направляет гуманитарную помощь в Сирию. Гуманитарный груз 30 тонн включает в себя продукты питания, медикаменты, медицинское оборудование. Организационным работам содействовала спасательная служба МВД. Западная Армения соболезнует дружественному народу Сирии в связи с трагическим зимотрясением. Разделяем с вами горе, выражаем соболезнования семьям погибших, терпение вам и стойкости, пострадавшим скорейшего выздоровления. Мы готовы оказать необходимую помощь в ликвидации последствий этого стихийного бедствия. 6 февраля вследствие зимотрясения была разрушена историческая крепость Айнтапа, где во времена Киликийской Армении находилась резиденция католикоса всех армян. Геноцид армян с 1915 года по 1923 год – это клеймо армянства. На протяжении многих лет армяне теряли свою историческую родину и около 2 миллионов человеческой жизни. На исторической родине площадью около полумиллиона квадратных километров лишь несколько населенных пунктов восстали против турок. Восстали в основном неорганизованно, в разные периоды, учитывая не общие интересы армянства, а всего лишь боролись за существование. Одним из малочисленных поселений восставших против молодотурок был также Айнтап. Айнтап – красивый город, расположен на границе Килики, на берегу реки Садур, притока Ефрата. В 1915 году в Айнтапе проживало около 50 тысяч жителей, где армяне составляли большинство. В городе было 6 армянских церквей, 18 армянских школ, лицей, основанные американскими миссионерами женская гимназия, основная часть воспитанниц которой были армянки. История – это создание настоящего, через прошлое, для существования будущего. В Западной Армении последовательно к происходящим событиям на нашей территории посредством различных информационных потоков уточняются масштабы материальных и культурных потерь. Полная статья доступна на нашем сайте. 10 штатов Западной Армении пострадали вследствие зимотрясений Макгедуды 7,7-7,6. Огромное количество погибших в провинции Хатай, который пострадал больше всего. Повысился уровень моря в районе Александретты. Водой затоплены прибрежные дороги, площади и учреждения. Сотрудники банков и других учреждений эвакуированы. Людей, оказавшихся на улице после зимотрясения, на этот раз привел в ужас вид затопленных морем улиц. Поразительно, что спустя два дня после зимотрясения море не отступило. В регионе разрушены тысячи зданий, тысячи людей погибли. Граждане, оставшиеся под завалами, ждут помощи. К сожалению, поисково-спасательные работы, особенно в армяно-населенных провинциях Хатай и Самосад, довольно запоздали. Население практически осталось на произвол судьбы, покинутое и беспомощное. Большое количество жертв объясняется именно этим. Отметим, что в вышеуказанных провинциях есть немало погибших армян, о которых официальные источники молчат. В настоящее время Западная Армения посредством своих граждан осуществляет чрезвычайные работы по оказанию гуманитарной помощи населению. Однако оккупация наших территорий создает двойные трудности в дранной ситуации. Хай Джампа прикладывает все усилия для решения этой проблемы. В рамках грантовой программы издания иноязычной литературы, популяризирующей армянскую культуру, запущенной в прошлом году в сфере киноиздательства Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении, Фонд изучения армянской архитектуры опубликовал на английском языке книгу-альбом «Армянское христианское наследие Арцаха», оказавшаяся под угрозой. Как сообщили НьюЗАЭМ в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики, издание книги в рамках данной грантовой программы преследует цель распространения и популяризации армянской культуры за пределами Армении, нейтрализации исторических искажений и распространяемой дезинформации. И в завершение новостей предлагаем послушать песню «Весна» в исполнении Офеля Амбарцумян. «Весна» в исполнении Офеля Амбарцумян. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!